Обелиск на братской могиле воинов Красной Армии, погибших при обороне Москвы и умерших от ран в госпитале, одно из памятных мест городского поселения Большие Везёмы. Здесь журналисты многое узнали о тяжёлых днях 1941 года, когда фашисты рвались к столице и героизме её защитников. Ваш автопробег, он способствует этой цели, чтобы разные районы между собой тоже общались, смотрели у кого что интересно, делали репортажи тоже друг о друге. Мне кажется, это только на пользу пошло бы всем. Государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина был создан на базе усадьб Везёмы и Захарова в 1987 году. Именно в Везёмах, куда родители будущего поэта довольно часто приезжали в гости к своим ближайшим соседям Голицыным, он узнал об истории этого места. О первом его владельце Борисе Годунове, о проживании в усадьбе Лжедмитрия и о событиях смутного времени польско-литовской интервенции. Подлинные интерьеры дворца не сохранились. Сегодня взору путешественников предстают реконструированные голицынские комнаты, а музейные экспозиции составлены из экспонатов, рассказывающих об истории усадьбы и знаменитых персонах, так или иначе связанных с ней. Одним из самых выдающихся архитектурных памятников музея-заповедника, пожалуй, является Преображенская церковь, в которую юный Пушкин ходил со своей бабушкой, когда бывал в этих краях. Усадьбу Захарова можно назвать единственным адресом пушкинского детства. С 1805 по 1810 года до самого отъезда будущего поэта в Царско-сельский лицей семейство Пушкиных каждое лето приезжало сюда к бабушке Александра Сергеевича Марии Алексеевне Ганнибал. Края Москвы, края родные, где на заре цветущих лет часы беспечности я тратил золотые, не зная горести и бед. Эти строчки великий поэт посвятил именно этому излюбленному месту своего детства. В Захарове со времен Пушкина сохранился парк, пруд, фундамент бабушкиного дома, который был восстановлен в 1999 году. Внутренняя часть экспозиции полностью посвящена детству великого поэта. В усадьбе все дышит Пушкиным, все пропитано его творчеством. Энергетика этого места, но кроме любви к этому месту, к поэзии, к искусству, к культуре, к женщине, наветь ничего больше другого не может, поэтому я прочту стихотворение отчасти грустное, но и тем не менее оно пришло мне в голову сейчас. Я вас любил, любовь еще быть может, в моей душе угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Пушкинский день автопробега подошел к концу. А впереди у журналистов новые поездки и незабываемые впечатления. Ведь историко-культурная сокровищница Подмосковья поистине безгранична. Ольга Щевелева, Анна Троян, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.